Итак, для кого приходит Гуру? Подумайте об этом. Гуру приходит в этот мир для кого? Хорошо. Для чего Гуру приходит? Мы знаем. Но для кого? Гуру приходит для того, чтобы освободить джив. Он приходит только лишь для одной дживы. Но другие также по совместительству попадают. Гуру также освобождают те, кто случайно под милость. Почему Махапрабху пришел в Южную Индию? Его основной целью было встретиться с Райраманандой. Но другие люди пришли, как бы, вроде, случайно. В основном, Махапрабху, его основной целью была встреча с Райраманандой. Ой, извини, с Райраманандой. Например, вы делаете праздник для кого? Например, вы празднуете день рождения своего сына. И сын – это основной член на этом празднике. Ну, также вы зовете многих других гостей. Вся эта еда, она была предназначена для вашего сына. Но другие гости, которые пришли, ну, они как бы по совместительству это получают. Да, они пришли для того, чтобы тоже отпраздновать день рождения вашего сына. Например, вы позвали 100 человек, а 50 пришло. Но основной идеей было отпраздновать день рождения вашего сына. Таким же образом. Игупа Кумар сказал, я ждал тебя. Игупа Кумара сказал, можете прочитать. Итак, Шимати Радика, она попросила Угупа Кумара, чтобы он пришел. Гуру, конечно, все знает, потому что Шимати Радика ему сама сказала. Поэтому он приходит. Но если я скажу кому-то, я пришел ради тебя, то другие расстроятся. Кришна говорит всем гопи, я так люблю тебя, я не могу отплатить за твою любовь. Но на самом деле, в комментарии говорится, что шлока на паре агам предназначена только для Шимати Радики. Это писание в комментарии. Когда вы говорите формально кому-то, если вы хотите... Итак, когда вы хотите кого-то прославить, вы как бы во множественном числе обращаетесь. И Кришна говорит, ваше отношение настолько привлекательное, то есть как себя ведут гопи. Кришна говорит, кому? Шимати Радики. Но в этой шлоке не упоминается ее имя. Там упоминается, что это предназначено как бы для всех гопи. «Даже если мне понадобится жизнь длиной, длиной, жизнь Брахмы», Кришна говорит, я не смогу отплатить вам за вашу любовь. И вы сломили все правила вашей семьи и пришли ко мне. Я никогда не смогу избавиться от долга вам. Кришна говорит всем гопи. Кришна говорит всем гопи. Там собралось только гопи. Но Вишван Чакра Ситакур комментарий объясняет. На самом деле эта шлока предназначена для Шимати Радики. Ира, для кого же приходит гуру? А есть ли какой-то признак, чтобы понять, для кого приходит человек? Какая-то особенность его? Гурдав говорит, нет никаких особенностей. Ранее сказал гопи Кумару, когда тот отправился на Вайкунху. Я ждал тебя долгое время. Господь сказал гопи Кумару, если бы ты хотя бы разочек на мне посмотрел, но ты не поворачивался ко мне, но если бы ты хотя бы немножко по ним кармой, благочестивой кармой совершил, то я бы тот же тебя освободил. Но ты ничего такого не делал. Поэтому я пролил на тебя свою беспричину, милость. Милость гуру беспричина. Все ученики хотят. О, Гурдав пришел ради меня. Понимаете? Но человек, ради которого приходит гуру, тот человек знает. И гуру также знает. Неужели все гуру приходят ради одного ученика? Нет? Он пришел на ранний Казмай Махарач, в Атаманджаре, в Шматирадике, и он пришел по наставлению Шматирадика. Да, ну ради кого? Умадиди сказала, что Гурдав пришел ради вас. Ну вот, Бурский Брахман был в этом материальном мире. Вопрос. Что-то не перевели в вопрос. Что-то не перевели в вопрос. Итак, есть, Гурдав отвечает, есть Саддана Сиды, есть Нитя Сиды. И кто? И вы не можете как бы судить, кто там Саддана Сида, кто Сида Сида. Вы не можете судить. Но все ученики должны считать, мой Гурдав это Нитя Сида, не Саддана Сида. Это написано в Джаевадхарме. Кто достиг совершенства посредством Садданы и кто пришел в этот материальный мир? Вы не можете судить, но все ученики должны думать, мой Гуру это Нитя Сидха. Но кто Нитя Сида, кто Саддана Сида? Это не зависит от нас. Когда вы туда отправитесь, тогда вы поймете. Итак, Джана Шарма, он был обусловленной душой. Сейчас мы говорим о Гупа Кумаре. Гупа Кумар, он был Саддана Сида или Нитя Сидха? Он был Саддана Сида. Гупа Кумар достиг совершенства милости Гуру. Он достиг совершенства. Он был Саддана Сида. И тогда, потом, оттуда он пришел сюда. Поэтому, ващнавы объясняют, в основном те Гуру, которые приходят сюда, в основном это Саддана Сида, гуру. Попробуйте это понять. Но некоторые также и Нитя Сидхи. Это возможно. Но, в основном, те Гуру, которые сюда приходят, это Саддана Сидхи. Нитя Сидхи очень редко приходят. Всего несколько. Обычно Нитя Сидхи приходят только, когда Бхагаван сюда приходит. Или, по желанию Господа, Господь их вдохновляет и посылает их сюда. В основном, сюда посылаются Саддана Сидхи. И некоторые ващнавы объясняют, те, кто являются Нитя Сидхами, У них нет особых реализаций в этого мира. Они не знают о страданиях этого мира. Представьте, человек из царь, например, человек, который стал царем, и до этого он был бедным. Он знает, что это такое. Но если, например, царем стал принц, который с детства был в царской семье, он даже с своими ногами никогда не касался земли, он не знает о страданиях людей своего царства, бедных людей. Понимаете? Потому что обычно Саддана Сидхи приходит в этот мир. И какой гуру – это Саддана Сидха? Какой гуру – это Нитя Сидха? Вы не можете сами решать. Все ученики, они должны думать, мой гуру – это Нитя Сидха. Ну, в основном, все гуру – это Саддана Сидха. Потому что Нитя Сидхи очень редко приходят. Некоторые Нитя Сидхи тоже приходят. Но как понять, кто Саддана Сида, кто Нитя Сида? Пока вы не на том уровне, если вы попытаетесь судить, то это будет оскорбление. Поэтому эта тема не для нас. Саддака, если он не достиг уровня премы, он должен закрыть эту тему, не касаться ее. Иначе люди будут сбиты с толку. На самом деле, нет разницы между Саддана Сидхами и Нитя Сидхами. Когда Саддана Сидхи приходит в Думан Мир, Единственная разница, что Нитя Сидхи служит близко, а Саддана Сидхи служит на расстоянии. И те дживы, которые являются Саддана Сидхами, они служат под руководством Рупа Манджари. Но иногда у Саддана Сидхи тоже есть возможность выполнять близкое служение. Сева – это самое важное. Хорошо, Махаправу пришел для кого? Чтобы встретиться с Рай Раманандой. Это было основное. Потому что, если бы он не встретился с Рай Раманандой, который является Вишакой, он бы не смог вкушать эту баву. Саддана Сидхи служит на русском языке, Продолжение следует...